Здравствуйте, друзья! Я вижу уже наш финишный этап и очень много красивых работ, конечно. Вы сами это сейчас увидите, а многие почувствовали, что есть движение, есть изменения. Некоторые из нас пострадали в ходе работы, в ходе вот этого обратной связи. Кто-то по техническим причинам, кто-то сам сплоховал, у него недополучалось что-то в контакте именно техническом, а кто-то нечаянно, может быть, оказался за кадром в силу того, что мы затеяли все-таки обычный, но он еще сложный путь перехода моих слов к вам. Возможно, когда мы перейдем в социальную сеть ВКонтакте, там я даже и не вижу, какие могли бы возникнуть сложности, поэтому там, возможно, будет все удобно и легко. Ну, собственно, там я не вижу этих сложностей. А здесь через e-mail, конечно, целая история получается. Так что, бог даст, мы скоро перейдем в ВКонтакте, для того, чтобы не было никаких недоразумений. Итак, передо мной работа, отлично справился автор, свет в картине есть, он такой, как будто сквозь облака. Немножко задний план облака не соответствует погоде, которая так ярко выражена на переднем плане. Может быть, розовый на дальних деревьях стоит чуть-чуть притоптать сиреневатым. Слишком розовит, как-то тонально невыгодно, либо он должен был бы чуть светлее быть голубого, либо чуть, ну, скорее светлее, да, темнее там не может быть. Ну, и вот эти два облака в контексте именно этой погоды не совсем так. Пусть это были бы туманно размытые облака, как бы такими, не хвостами даже, а дымами, дымами, чтобы они по небу шли. А так все, все очень хорошо, выдержано, умно, задача выполнена вполне. Может быть, чуть-чуть еще не хватает техники на переднем плане, это заметно. Ну, так, по мелочам я делал заметно, чуть не хватает техники. Но это хороший результат, и в принципе он мог бы быть таким, даже, ну, так сказать, у художника невысокого полета. Симпатичная работа в традициях примитивизма. Те подсказки, которые я делал, недовыполнены. Вот, хотя язык живописи, вот этот наивной живописи есть. То есть, когда работа, как бы, написана как будто ребенком, но в языке наивной живописи, в традициях, как бы, примитивизма, это уже хорошо. Вот. Свет выражен, опять же, в этих же традициях. Тонально сработано хорошо. Не совсем выполнялась задача. Свои уже какие-то решения произошли. Ну, в целом, неплохо. Я не знаю, может быть, автор еще молодая девушка или молодой человек, и поэтому еще вот такое немножко детское видение. Но задачки не вполне выполнены. Хотя сама по себе красивая работа. Интересно так, да интересно. Такое впечатление, что еще солнце не взошло. Ну, по-своему. По-своему. Ну, хорошо. Ну, видна попытка выполнить задачу. Вот эти заслонения одного другим. Есть это звучание. Может быть, света не хватает вот на центральной площадке. Может быть, более бирюзовенько с желтеньким. Чуть-чуть все-таки добавить. Архитектурка села. Села. Села вполне. Задний план может быть таким вполне. Ну, вообще, вот в целом, задача выполнена. Немножко завышена вроде линия горизонта. Ну, это здесь не принципиально. Хорошо, хорошо. Классная работа. Классная. Посмотрите, казалось бы, одна и та же вещь, как по-разному людьми решается. При том, что вот здесь задача выполнена. То есть, вот вся учебная процедура произошла. А так, в целом, картина очень интересная. Свежо-свежо. И техника исполнения уже проглядывает. Вот здесь можно уже так сказать. Так мог бы написать не какой-то художник. Слабенький, да? Художник, но слабенький. Здесь уже можно сказать, что, в принципе, вот некий художник мог бы так написать эту картину. Хорошо, хорошо. Убедительно. Боже, сколько же у вас там разнообразное видение. Ой, там девушка одна собирает, другая вдали гуляет. Одна вроде как за ней даже поглядывает. Ой, с ума сойти. Ещё с рассказом. Задний план безупречный. Идеальный задний план. Передний план перенасыщен белым. Всё-таки зелень тоже должна соприсутствовать. И она всё-таки должна соприсутствовать некими островками. А она здесь улеплена равномерно вместе с растительностью. Ой, с цветками. Задний. Начиная с забора, с этой девочки, которая подглядывает. Идеально. Здесь на переднем плане зелень надо подсунуть более... Ну, посмотреться, как это на картинке учебной. И немножко вот каркаса тёмного не хватает. Вот многие этот каркас тёмный показали. А вот здесь его не хватает. Вата на переднем плане. Задник чудо. Хорошая работа. Хорошая. Добротная. Задача выполнялась. Немножко эти заслонения всё-таки недорешены. Но так могло бы тоже быть. Нет, хорошо, хорошо, всё. Хорошо. Может быть, не так душевно, как у некоторых предыдущих авторов. Как так твёрдо, решительно автор настроился. Нет той поэтической силы, которая в предыдущих работах была. Но в целом очень хорошо, так добротненько. Но по-своему, по-своему, по-своему интересно. На заднем плане за забором зелёный слишком ядовит. Его бы приглушить голубоватостями, розоватостями. Не хватило техники для решения цветов. Видно, что автору не хватило техники. Вот так можно сказать. Хотя, в целом, задача решалась и практически решена. Ну, можно так сказать, что художник вообще не торопился. Так торопился. Ну, может, вы не торопились, но можно так подумать, что художник так наспех написал картиночку, что по-своему тоже имеет право жить. Вот эта наспех написанность, она в живописи часто встречается. Хорошо, хорошо. Ну, могло бы быть и... За счёт переднего плана могло бы быть и лучше. Как-то вот эти солдаты стоят в виде цветов. А цветы, они более колеблемы и в бок, и в козь, и в кривь. С левой стороны не хватает зелёного. В смысле, зелёного... Зелёной ботвы этих цветов. Дальше. С ума сойти. Что-то в этом есть. Не знаю, мне кажется, эту картину бы... Вот из всех картин, которые были представлены где-нибудь в салоне, вот если вот, которые мы уже обсудили, где-нибудь в салоне, её бы, наверное, первую купили. Ну, такая полюбленная, такая... Ну, там много вкусных моментов было и предыдущих, но здесь... Вот такое впечатление, что человек только что из этого... Автор только что из этого сада. Немножко призраком смотрится девушка вдали. Может быть, чуть-чуть какой-то акцент белый ей подсунуть, чтобы она всё-таки была не призраком. Ну, хорошо, хорошо. Ну, такой буйственный подход. Задача выполнялась. Вполне свет-тень звучит. Вполне всё. Хорошо. Чуть, может быть, ещё не хватает техники на переднем плане. Это видно. Задник, в принципе, мог бы быть таким. Чуть-чуть не хватало техники на переднем плане. Ну, явно всё скоро будет. Так, как-то пересочно. Как-то перезрело сочно. Ну, в конце концов, так тоже может быть. Так, как после дождя задача выполнялась. Внятно выполнялась. Всюду видно, что автор именно ученическую, учебную задачу выполнял. Ну, и вполне, вполне справился. Это без, без некого снисхождения. То есть, как бы, ну, мы же сейщены. Выучимся только. Без некого снисхождения. То есть, опять же, от художников, которые, в принципе, профессиональны по своему образованию, можно встретить такую работу вполне. То есть, и вот всё, что я говорю, это без снисхождения. Может быть, у меня большее снисхождение, может быть, какой-нибудь преподаватель института, такой Бука, который тут бы разбомбил всё в пух и прах. Вот. Ну, может быть, всё-таки не в пух и не в прах, но разбомбил бы. Вот. Но я исхожу из того, что современная профессиональная живопись ненамного отличается от удачных работ начинающих, как бы, неопытных, не образованных, как бы, художников. Хотя мы с вами именно этим и занимаемся, самообразованием. Хорошая работа, сочная, как бы, перезрелая. Ну, нормально. Можно так. Задник по-своему, конечно, автор решал, не особенно оглядываясь. Несколько смещена работа влево. Ну, попытка решать задачу есть, но пока ещё очень, очень... Ой, девочка с собакой бегает. Она бегает там. Ну, только она на облаке, на голубом. То есть, она не приземлена. Её надо приземлить. Её надо было бы сделать ниже. Либо забор к ней приподнять. Чё, чё, чё? Уже жалко. Она, она очень удачное пятно. Она и собачка, сразу видно, их динамика... В общем, она и собачка здесь самая, самая удачная. И зелёный хорошо лежит на переднем плане и в тени, и на свету. По-своему, не так, как было предписано, но... Всё остальное вата. Вата мультяшно, немножко вот здесь на переднем плане Винни-Пух с пятачком мог бы вполне появиться и было бы здорово. Ну, я шучу, конечно. Задний план решён очень по-своему. совершенно оторвано от задачи. На переднем плане попытка задачу выполнить есть, но такая... Многим не хватило зелёного среди растительности. То есть, слишком много цветов. Как некая вата залепли... Ну, как вот пух тополины, когда залепливает всё. Вот... постарайтесь на это обратить внимание. У многих это проблема. Вы так любите насыщать цветами, что совсем забываете, что... Красивое требует оттенения. Чистый цвет ищет грязного фона. Вот... яркости света. Ну, так тоже могло бы быть сквозь туман. Ну, и техника исполнения ещё пока прихрамывает. О, опять традиции примитивизма вполне благополучно выполнены. Я бы вот здесь бы даже не стал придираться к чему-то, потому что задача выполнена вполне. Единственное, что бы я сделал. Подголубил, подсиреневил совсем те дальние деревья, чуть-чуть подбавил бы сухой кистью, сухую красочку, чуть-чуть вот сизости. Чуть-чуть сизой, синеватой тени дал бы белому фонтану за забором. Он плоский, в нём нет тени. Свет на нём есть, а тени нет. Подложить туда с левого бока синюшечку и серебюшечку будет очень хорошо. Сядет сразу. И забору тоже чуть-чуть фиолетоватых, голубоватых пятнышек. Очень рыжий он. Всё, и будет хорошая картинка. Ну ничего, может быть, как-то так буйственно тоже. много своего личного прочтения, так не очень автор позаботился о композиции. Хотя забор сидит на своём положенном месте, ну вот вот эта уходящая дорожка могла бы быть и интереснее. а эти два кома, которые её окружают, эти берега зацветочечные, они как бы не создают красивого силуэта уходящей дорожки. На заборе нет света и тени, то есть это отдельно из другой картины кусок. Ну и техники не хватило для решения вот этих берегов цветочных слева и справа. Дальник может быть таким вполне. Небо могло бы быть. Импрессионист. Явно импрессионист. По духу импрессионист. Любит цвет, развлекается цветом. Ничего плохого не могу сказать. При том, что есть некая корябенькость исполнения, но у импрессионизма это есть даже такой импрессионизм а-ля мазня. Его сейчас очень любят на западе. В общем, удачная работа. Такой импрессионизм а-ля мазня. не в издевательском смысле, а понимание языка живописи, который мы видим. Цветовик очевидный. Автор это цветовик. Любование цветом нарочитое и, в общем-то, очень уместное. фигурки женской тоже не хватает блика. Блика с правой стороны, чтобы она материализовалась немножко на призраках. Чуть-чуть там на шляпке, на плечике два блечка. Очень удачная работа. видно, что задача решалась и в некоторых кусках очень даже хорошо. Задник вместе с облаками вполне вполне благополучен. Опять же, чуть-чуть не хватает техники для решения зелени на переднем плане. Дорожка уж в лестницу превратилась уходящая прямо в лестницу. То есть, одинаковый шаг изгибов сделал ее лестницей. Вот. Ну, не хватило техники для цветов. Хотя, в некоторых местах вот синенькие цветочки торчащие очень благополучно. Зеленый скучноват на переднем плане. Там не хватает коричневых тенях, может быть, сиреневатых чуть-чуть. он какой-то невкусный. Цвет танка. Свет на дрожке хороший. Ну, в среднем вполне терпимо все. Очень, очень живая такая. Ой, какой сад. И даже ватность исполнения переднего плана сгармонизирована ватностью дальнего плана. Тоже девушке не хватает плечечка, чтобы она там призрачком не стояла. Чуть-чуть вот на шапке, на шляпке, на плечике или на платье снизу. так, все, хорошо, хорошо, отличная работа. Выполнена задача, все. Пространство есть, все. Опять отличная работа. Переборщина зеленого, но здесь это оправдано, здесь как-то все уместно. Цветы слишком разложены кругляшками на переднем плане, но такое любование цветочечками, каждым отдельно, что целое немножко, ну, то есть цветы все-таки лежат таким зонтиком на макушках своих стеблей. И вот этих зонтиков чуть-чуть не хватает на переднем плане. Там сзади все в порядке, здесь немножко не хватает. Слишком залюбовался автор цветочками. Ну, нормально. Парочка хорошая, очень такая, да, честненькие такие идут. Ну, нет света и тени, свет отовсюду, непонятно. Такое впечатление, что он ветром заносится в картину. Этот свет не направленным лучом, а ветром просто заносится. Много недочетов. Есть попытка выполнить задачу технику. как-то недосмысленно все. Недосмысленно. Ну, и техника, техники исполнительской тоже, как бы, не видно вообще. задачи. Пока еще рано что-то проговорить, потому что не дан предмет для разговора. Хотя, вот, изобразительные возможности различимы вполне. мне. Ну, по-своему, человек решил все вопросы достаточно грубо, достаточно безыскусно. Единственное приятное в картине это небо с дальними деревьями и фигуркой и площадка свет-тень выходящей дорожки. боковушки что на дальнике, что на переднике. Грубо. Ну, как-то безыскусно. Усложняем себя. Отлично. Ой, немножко смешна композиция влево. Есть композиционный провальчик, но настроение тьма. Не вижу никаких претензий для в исполнительском смысле, потому что так могло бы быть написано профессионально. Вполне. Очень хорошее и с настроением. Хорошо. Дальше. Ну, видно, что задача выполнялась. жесткие тени на заборчике, вот смотрите, вот прямо такой напряженный момент, он очень увестен, потому что он создает центр композиции. Но ему нужна была бы небольшая поддержка темного с боков слева и справа. слева еще темноватость есть, тогда справа чуть-чуть добавить глухой темноватости, коричневый с голубым, вот туда в зелень, в самые в угловые моменты правой стороны. решены. А так все вопросы решены. Ну, хорошо, очень хорошо, хорошая работа. Вы сами видите, сколько у вас хороших работ получилось. По-своему автор обошелся с далью. Ну, может быть такое, даже по-своему здорово, сгармонизировано в цвете. Единственное, что вот зеленый, который заслоняет розовый на за забором, очень однообразной такой дымовой завесой сел. Разбить бы его тоже уже тогда и розовеньким, а может быть и белесеньким. Вот это вот крокодил зеленый раздражает. Слева хорошо там этот покров зеленый лег, а справа невкусно. Все остальные вещи вкусны, чуть-чуть прихрамывает техника, но такую меру неприметную. хорошо. Зонтичность на деревьях забавно, да, немножко преувеличена, но вкусно сидят эти цветущие задние деревья. Хорошо. Может быть оранжевое пятно справа, вот там наверху сразу в касании к небу, может быть слишком оранжевое, чуть-чуть сиреневизны ему не помешало бы. Техника проявлена в исполнении растительности, так вполне проявлена. Хорошо, хорошая работа. А ну покажи. А, да. Ну при том, что вот в данной картине задача выполнялась, вполне выполнялась, есть некоторые невкусности, ну скажем, однородный зеленый, какой-то он однородный, особенно теневой зеленый. Вот на дорожке он хорошо сел, лег, все хорошо, а так немножко однородненький. Ну так задача выполнялась вполне. Небочка хорошо, дальничек хорошо, зеленый, раздражает зеленый в этой картине. Так в принципе ничего особенно не раздражает. Может быть жестковат забор, вот центральная часть забора жестковата, чуть-чуть его бы тоже сиреневизной где-то тюкнуть, чтобы он не кричал, он покрикивает. Ну так, чуть-чуть сбить, на 10, на 15% сбить его напряженность. хорошо. Ну вы сами видите, что некоторые из вас прямо в силу, в силу художника работают. Бросается в глаза кругловатость растительности, кругловатость цветущих кустов. Вот прямо все-таки зонтичный характер, а не кругловатый. Так все остальное хорошо. вы спросите, там, где там, где все хорошо, я мало, может быть, комментирую, потому что, ну что, собственно, хорошо. задача выполнялась, видно, что умное делание шло, ну, не хватило технических возможностей, еще пока, может быть, колористических, не хватило еще опыта работы с... Вот зеленый за забором перед деревьями дальними розовыми, ну, такой уж темный зеленый, как-то его надо сиреневизной, бледноватой сиреневизной покорить, прямо как испачканное пятно. Так все выполнялось в меру техника, пробуждая, с колоритом, пока еще не знаю, что делать с красками, как бы, то есть, вроде бы и близко к тексту, но какие-то недочатики еще заметные. Ну, ярко, ярко. свет тень не выражен, опять же, свет гуляет не пойми откуда, как будто ветром заносится в картину, а не нарочитый боковой. Опытка выполнена, задача была, зеленого не хватает, как и многим, слишком много цветов. Дальник тонально мог бы быть и помягче, отношение темного к светлому могло бы быть и помягче. Ну, и технички пока еще не хватает. Так, веселенько. А мы разве это не смотрели уже? Да. Была. Была. такое впечатление, что картина мелками сделана, пастелью или еще чем-то. Так может быть вполне даже в этом что-то есть. Но я бы не сказал, что узнается выполненная задача, то есть очень много своего личного произвола. Хотя в целом неплохо. И техничка где-то где-то первые признаки подает. Ну, в цвете так может быть гуляем еще чуть-чуть не меру может быть не соблюдаем. но вот диковат на мой взгляд этот красный в центре. Морковно алый. Ну, ничего. Забор немножко как нос корабля выглядит. Сейчас поплывем. Ну, ничего. Ничего. Хорошо. Такая немножко затерзанная не истерзанная какая-то затерзанная работа. Ну, что-то в этом есть. Какой-то даже дух старинного заросшего такого заросшего такого старинного сада. вот эта диагональ белого облака, которая как знамение нехорошо смягчить его. Дальник хороший, а вот эта диагональ мистифицирует, ненужно мистифицирует дальник. Достаточно там девушки, которая высоте облака отняло у девушки. И облако смягчить, а девушка хорошо там тогда сядет. Есть первые признаки техники. Свет тень недовыражен. Ну, могло бы быть так. Как-то есть вот что-то такое. Как будто художник 17 века взялся «Цветущий сад» написать. причем русский такой дремучечкий. Чечный. Так. Очень хороший задник на картине. Очень хороший. Ну, видите, с задником многие справлялись, и он действительно очень технологичный, удобный для исполнения. Помните об этом, об этой формуле исполнения задника. В живописи очень часто преувеличено синий, сиреневый задник, поэтому очень хороший ход. То есть, когда вы видите картинку, фотографию какую-то красивенькую, усиняйте, усиреневляйте задник, и у вас будет красивое, потому что на фотографиях все зеленое. Хороший задник, выполнялась задача на переднике, не хватало техники чуть-чуть. девочка слишком посередине, хоть в ней камерей, до юбки снизу и до шляпки сверху кажется одинаковое расстояние. Стараемся избегать, чтобы важные точки находились на элементарном в цифровом значении местах, то есть слишком посередине. Вот. так близко к тексту, я бы не сказал, что очень очень удачно, но и без провалов выполнена работа. тут как-то вот так вот решено. Наверное, в Карелии бы так, где-нибудь в Карелии или Финляндии, наверное, бы так выглядело цветущей и осенью это было бы или близко к осени. Ну, что-то в этом есть. Во всем случае работа сгармонизирована. белесость на цветах какая-то вот другим хватило яркости даже перебор часто, а здесь вот яркости цвета на переднем плане-то и не хватило. Особенно левому куску, который освещен солнцем, там могло бы быть и почище в цвете. Разбелы чистого цвета могли бы быть. Так переусложнил автор. Хотя вот так по-своему все сгармонизировано. Собачка может быть слишком коричневая. Пятна вдали должны иметь в себе теневое звучание не только темное, но и сиреневатое, синеватое. ковер. Можно из этого отдать ткачам ковров прекрасный коврик получится. Как бы решение ковра уже для них есть. Осталось только перенести это для производства ковер с очень эффектным языком живописи даже кривизна забора не раздражает. Ковер же. Как дремуче все и в то же время солнечно все. как вот это грестца цвета это хорошо, что автор любит грестцу и поэтому цвет на грестце конечно вот там где его в сполохе есть звучит ну красиво сгармонизировано ну все все сгармонизировано техники чуть-чуть не хватает так чуть-чуть неприметно тоже что-нибудь из этого можно было типа ковра сделать зеленый скучный такой какой-то обыкновенный обыкновенный холодильки не хватает у зеленого в тени очень не хватает а на свету зеленый почему-то только желтый и это как-то не убедило вот так признаки техники есть языка живописи есть признаки небо очень хорошее очень хорошее дальник симпатичный так немножко по-своему решен забор сидит и тени свет на заборе хороши вот цветочки прихрамывают чуть-чуть на переднем плане и вот эта вот кругловатость вместо зонтичности все-таки вы видите прямо такими лоскутами ваты выложено ну есть еще куда развиваться прикольная работа необычная такая посмотрите сколько у вас разных по-моему прямо прямо выпустить бы альбом картину на одну и ту же тему ну очень разнообразно надо же и так и сяк смотрите вот что бросается в глаза как неправильное над деревом которое за забором рыжим деревом рыже-зеленым которое за забором в центре над ним ровно над ним как шапка сидит дальнее дерево быть бы оно было бы смещено либо влево либо вправо этот вопрос для себя нужно раз и навсегда решить над левым то же самое торчит за забором дерево над ним шапкой сидит вот этих вещей избегаем даже над в правом углу картины над зеленью за забором ровно такой же толщины то есть такая грубая композиционная ошибка передник очень симпатичный в принципе такой бы мог быть вот вот где передник явно лучше задника забор сидит кругляшков не хватает он простова такой немножко как на советских котельных очень миленький слишком розовое дерево за забором сзади а так все так миленько даже какой-то язык живописи узнается девушка там такая вся из себя как как лазочка шла-пошла хорошо я бы успокоил этого розового дикаря над наверху картины в правом правой части интересная работка тоже такой ковровый подход красивая выразительная то есть чувство рисунка есть у художника есть чувство рисунка техника техника даже как-то есть ну может еще не несовершенная но вот так выражена техника немножко вот слева вот эти кусты кругловатыми тоже островами сидят чуть-чуть бы эту круглость сбить ну хорошо могло бы быть так вполне вполне такое впечатление что картина написана на бумаге вот как бы такой дымчатый мотив появляется когда маслом пишем на бумаге первый сеанс обычно такой натирательный потому что бумага в себя краску впитывает вот такой эффект если кто хочет когда-нибудь попробуйте на листе бумаги для акварели такой плотной бумаги пописать что-нибудь такое вот будет вот этот эффект хороший эффект хорошая работа шары правда на заборе такие что если упадет ну тут все этой девушке мокрое место останется хорошо тут опять сколько прям действительно хоть альбом есть дай такое разнообразие взглядов на один предмет красиво даже сгармонизировано вот так в цвете несмотря на такие яркие такой яркий задник немножко жестковат забор вот там в центре вот эту черноту чуть-чуть погасить а так хорошо молодцом опять красивая работа очень красивая работа свет тень не выражен свет гуляет сам по себе ну так бывает вот в такие солнечные дни когда сквозь облака сквозь пелену облаков светит да бывает такое поэтому в принципе здесь как-то так получилось опять же так получилось но если это красиво что пускай сидит себе хорошо хорошо жестковат немножко тоже забор в самом центре чуть-чуть его смягчить синичкой и будет совсем хорошо так ядовитенько так вот смотрите разные цветовые вернее разное разные люди с яркостью с любителей яркости смотрите как по-разному звучат вот здесь не выглядит яркость вкусненькая она немножко диковатая а в других работах где вроде бы там ярко было и на переднем плане и на заднем в цвете нарядно там было сгармонизировано но я думаю вы и сами многие из вас сейчас видят что несколько как на на фотографиях когда преувеличивают цвет там усиливают цветовое звучание какого-то куска вот есть такое ощущение усиленности ой я спрогнул следующую да есть ощущение усиленности цвета такое машинное цифровое не неестественное ну задача выполнена так видно интеллектуальное усилие явно ну немножко диковато в цвете ну хотя может кому-то такое бы приглянулось опять же диковато не диковато это еще и дело вкуса а кому-то может быть уже так вот какие-то рамки все-таки соблюдены все-таки то что освещено диковато а что не освещено более-менее тихо ну какой-то гармоники не хватает вытюкаю бред бредность немножко одинаковый зелененький такой весь одинаковый облачка такая стайка полетела такое впечатление что они из деревьев залетели ну ничего задача выполнена забор вялый он тоже трава это не заборчик все-таки геометризма а или там только два этих две этих колонны ну может быть тогда так может быть зеленый слишком наряден на втором плане второй план за счет этого зеленого слишком нарядный даже по отношению к цветам и темный сбить бы это сиреневизной тогда и передник бы сел бы слишком большой трапециевидный геометрический кусок вот такое ощущение что его наложили сверху на картину справа в нижнем углу вот этот большой трапециевидный кусок зеленого массива цветущего вот он слишком геометричен тоже как бы ни к чему сбить красиво смотрите как розовый собрал всю картину вроде так был переизбыток первоначальный розовый а он теперь всю картину сгармонизировал он как бы лейтмотив и зеленый сел в розовый как бы успокаивающе розовый и все как-то сложилось то есть преувеличенный изначально розовый смотрите как хорошо сгармонизировал все все выполнено все идеально все ну может торчки кустиков на переднем плане в правом темном углу грубоватенькие ну могли бы быть и такими в принципе все все выполнено пятерочка четверочка свет тень не выражен ну так в принципе красиво так могло бы быть могло бы быть так что и свет тень не выражен но но задача вот именно недовыполнена то есть сама задача недовыполнена а так могло бы быть вполне первые признаки техники есть все вот так на четверочку ну вот тоже своеобразно так увидел автор землю вот эту площадку на которой все происходит искривил теперь мы идем по канавке во всяком случае в центре картины мы в канавку попадаем потому что мыс мысы этих растений цветущих они пьют воду видите они клювиками наклонились а они должны быть либо параллельно либо все таки с уходом вдаль то есть у них другой угол уклона но так все могло бы быть все так вот могло бы быть кроме вот этих мысиков ну другая видите мера выписанности так немножко с упрощениями ну тоже как могу может слишком вот этот правый кусок смотрите все вся растительность вся торчковость они как как только что стрелы вонзились в землю как будто их из космоса этот куст зеленый в правом нижнем углу ну вернее в правом углу как будто бонзили эти растения в землю такой немножко агрессивный характер успокоить бы его колебаниями травы в разных направлениях ой какой детский сиадик замечательный наверняка девочка рисовала задача исправлялась вполне исправлялась задача наверняка еще ребенок рисовал ну молодец ребенок задачу учебную выполнял ребенок то есть вполне движение интеллектуальное движение в пользу роста есть и это человек разумный если это ребенок то в полную силу человек разумный красивая работа тоже видите совсем другая чем остальные красиво и техника даже где-то вот такая своя он звучит звучит синенькие торчалки вот этой цветущих торчащих немножко требует письма а так все хорошо и темноват вот тот слева зеленый зеленое деревце в середине левого левого короче только за забором с левой стороны темноват чуть-чуть бы его успокоить правда там все нормально а этот бы подсветлить потом как будто в жуткой тени а там все-таки свет туда бьет но так хорошо первое впечатление вообще было очень такое ну что все молодцы я думаю что вы сами с удовольствием посмотрели прямо действительно хоть создавая альбом с этими работами для того чтобы увидеть как много взглядов на одно с удовольствием тоже у разных людей потому что техника часто была близка друг к другу почти почти совпадала по уровню исполнительскому а видение совсем другое и многие из вас молодцы что воспользовались удачными моментами уже в первом сеансе чтобы развивать их а не переделывать перекрашивать в общем я очень доволен может и вы будете довольны ну до встречи